Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данному управления Роспотребнадзора по Республике, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется наличием 99 новых случаев новой коронавирусной инфекции на территории Республики. При этом необходимо обратить внимание на то, что в столице Республики зарегистрировано 55 новых случаев. Это является цифрой, которая на настоящий момент является цифрой и контроля, и подконтрольной цифрой органам здравоохранения Республики, то есть контролируемая ситуация в целом. Наиболее сложной ситуацией является ситуация в Мигино-Кангаласском районе, в котором намечаются и продолжается тенденция темпов роста, и сегодня зарегистрировано 24 новых случаев в Республике. В Горном районе зарегистрировано 4 случая, в Амгинском, Намском, Нюрнбинском районах по 3 случая, в Нюрнбинском два случая, в Вилюйском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Татинском и Хангаласских районах по одному случаю. На настоящий момент не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции в 11 муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия. За сутки также мы осуществляем и проводим лабораторные исследования новой коронавирусной инфекции, и в целом за сутки проведено около тысячи исследований. Всего за период пандемии на территории Республики было проведено порядка 1 миллиона 68 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-педемиологическая ситуация под контрольным органом государственной власти Республики, органом местного самоуправления, и, соответственно, намечаются определенного рода темпы снижения распространения заболевания. Тем не менее, несмотря на это, цифры выявленных заболевших действительно являются достаточно высокими, в связи с чем необходимо обратить внимание на следующие новые тенденции, которые появились среди заболевших и среди выявленных больных. Во-первых, увеличилось число семейных контактов. И сегодня на настоящий момент, если брать, например, город Якутск, то основные поступившие вчера в Якутскую городскую клиническую больницу – это 8 семейных контактов, 8 семейных, по сути дела, групп. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что при первых же появлениях заболеваний, при заболеваниях, при передвижениях ваших родственников особое внимание, обращайте внимание на семьи. Вторая тенденция, которая характерна сегодня – это увеличилось количество, в том числе, молодых граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией. На настоящий момент особое внимание хотелось бы обратить на беременных женщин, которые на настоящий момент у нас... ... ... ... ...